В Славянском районе продолжается строительство нескольких крупных социальных объектов, таких как школа, многоквартирный дом, в котором получат жилье врачи и дети-сироты, спортивный комплекс в станице Анастасиевской и ряд других. Глава района Роман Синеговский регулярно проводит выездные рабочие стройпланерки, чтобы лично контролировать сроки и качество строительных работ. Очередную выездную рабочую планерку глава района решил начать не с посещения крупного строительного объекта, а со спортивной площадки, которая строится в микрорайоне Копыл. Территорию заасфальтировали, теперь необходимо сделать разметку, установить баскетбольные кольца и футбольные ворота. Прилегающая территория тоже будет благоустроена. По просьбе жителей здесь планируют сделать дорожки для скандинавской ходьбы, а также установить современную детскую площадку. Вот эту часть давайте доработаем, и мы потихонечку ездим. И дорожку сделаем, и мы, может, несколько тренажеров поставим, как в садгиганте поставили, ну вы поняли, да? И, может быть, еще тут детскую площадку хорошую, не только вот эту вот карусель, чтобы что-нибудь было такое более-менее современное. Согласны со мной? И пусть детвора играет, занимается, микрорайон все-таки большой. Следующий объект, который посетил глава района – строящаяся школа на 825 мест. Начальный этап работ – закладка фундамента завершен. Сейчас строители приступили к возведению цокольного этажа. И мы уже должны просматривать, вода, канализация, кто. Уже этим занимаются. Электрика, кто. Человек должен изучать проект. И мы должны садиться уже техническое совещание проводить. По воде, по канализации, как они это все видят. Как мы это все связываем. И внутренние сети уже занимаемся, и фасадом занимаемся, и кровлей занимаемся, и заполнением стен уже занимаемся. То есть эти вопросы все на контроле. В рамках поездки побывал глава района и в хуторе Прикубанском. Там, во время берегоукрепительных работ, была разбита дорога. Теперь решается вопрос о ее восстановлении за счет федеральных структур, которые занимались ремонтом дамбы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».